Всем привет! Меня зовут Юлия, вы попали на канал о Германии, путешествиях и о красоте. И сегодня у нас будет интересная тема о такой утренней рутине. Я уже достаточно давно веду этот канал и все еще до сих пор меня многие спрашивают, когда наносить тонер, когда умываться, после чего идет сыворотка, когда наносить крем, солнцезащитный крем. В общем, вопросов этих достаточно много и у многих до сих пор не сформировалась вот этой вот базы, что зачем идет, когда и что использовать с утра, что использовать вечером, как ощущать кожу, когда наносить сыворотку. Поэтому сегодня я решила разобрать полностью весь мой уход с утра. И давайте не будем затягивать и начнем. Я не просто так сижу здесь в таком чудесном одеянии, очень красивом халатике, я вам все покажу поближе, потому что сегодня я хотела вас познакомить с магазином Ulivery. Я надеюсь, что я произношу правильно их название, напишу здесь вам на экране. И в этом магазине представлено огромное количество вот таких вот халатиков, которые просто обволакивают вас. Огромное количество чудеснейших, милейших пижамок. Также представлено некоторое количество платьев. Но больше всего, конечно же, меня привлекла именно одежда для дома. Я обожаю одежду для дома, и для меня это очень важно, одеваться дома красиво и так, чтобы мне было удобно. И для себя я выбрала вот такой вот халатик, опять-таки покажу вам все на видео. Он очень приятен к телу, и я очень люблю такой вид халатов. То есть это такое кимоно, оно достаточно большого размера. У них идут размеры от XS до, по-моему, до L. То есть он достаточно объемный. И они позиционируют эту одежду как не только домашнюю, но и вы можете надевать ее, например, на пляж. Когда вы отдыхаете в какой-то, не знаю, солнечной стране, где вам нужно передвигаться, может быть, в бикини, чтобы сверху накинуть. Например, не подпоясывать его, а просто так ходить где-то на территории отеля. Это смотрится очень красиво. Рассветок, там огромнейшее количество. Я выбрала себе такой серый. У него очень красивый принт, и для изготовления своих изделий они используют высококачественную ткань, которая не электризуется, которая почти не мнется, которую можно стирать в стиральной машинке, как обычные вещи. С ним ничего не произойдет. Я, собственно говоря, это уже испытала. Его можно гладить. Я сегодня отпаривала отпаривателем, и все отлично. Ничего с ним не случилось. У него очень классно все проработано. Мне безумно понравилось, как он был упакован. Посмотрите, какая здесь была этикетка. Я вам тоже поближе покажу. Я ее даже не стала выбрасывать. Буду использовать ее как закладку, потому что с этой стороны просто великолепный такой дизайн, подходящий по цвету к моему халатику. И здесь такая, не знаю, что это, кисточка, которая будет очень красиво свисать с книги. Мне кажется, это очень классный вариант. Знаете, такое безотходное производство получается. Также этот материал, он дышащий. Вы не будете в нем потеть. Этот материал очень сильно напоминает шелк. То есть, это высококачественная замена шелка. Вы можете выбрать как длинные модели, как у меня. Также и короткие халатики там есть. Мне кажется, это очень важно чувствовать себя дома, не знаю, красиво. Мне кажется, это очень важно радовать своего мужа тем, как вы выглядите. Да и в целом, мне кажется, настроение меняется от того, что вы надеваете. Уже по-другому себя ощущаешь, другое настроение у тебя появляется. Я выбрала себе очень красивый принт. На нем изображены такие, знаете, китайские журавли. Вообще, это китайские такие мотивы. На многих халатах изображены именно такие рисунки. Они используют инновационный способ окраски своих изделий. Таким образом получается, что и с внешней, и с внутренней стороны есть рисунок. То есть, если вы перевернете наизнанку, здесь также есть рисунок. Только он будет менее ярким, нежели с лицевой стороны. В общем, я осталась в огромном восторге. И советую вам заглянуть на этот сайт. Они представлены как на собственном сайте, так же и на Амазоне. Вы можете посмотреть варианты, различные видео с примерками на их инстаграм-странице. Мне очень понравились там халатики с такой бахромой. Просто великолепно. Но как-то я решила все-таки на базе остановиться. Поэтому очень советую. Качество отличное. Очень красивый рисунок. Очень приятный к телу. Подойдет практически на любой размер. Миллион выбора. То есть, и халатики, и какие-то пижамки. Сейчас я там присматриваюсь к некоторым пижамкам. И, конечно же, я не оставлю вас без скидки. Мой промокод Юля дает вам скидку 20% на ваш заказ. Я думаю, что это неплохая возможность сэкономить. И заполучить вот такую вот великолепнейшую вещь. Радовать себя и близких своим видом. Чувствовать себя дома более уверенной и красивой. Ну, а мы переходим к нашей теме. Наша тема сегодня утренний уход. И я бы так сказала, что утром все-таки уход менее сложный, чем вечером. То есть, утром вам нужно умыться. И, не знаю, увлажнить свою кожу. На этом, в принципе, все. С утра вы не будете делать какие-то, не знаю, хитроумные, там, скрабы, пилинги. Или наносить ретинол. Или как-то супер очищать свою кожу. Потому что вы еще нигде не были. Вы просто проснулись. И вам просто нужно немного очистить и увлажнить вашу кожу. Поэтому начнем по порядку. Для очищения с утра я чаще всего использую гель для умывания, либо пенку. Я оставлю вам здесь варианты. У меня некоторые пенки закончились. И вам не могу их показать. Но, в целом, у марки Балия, у марки Изана есть огромное количество достойных срез для очищения вашей кожи, которые стоят просто копейки, но работают отлично именно с утра. Когда вам не нужно смывать макияж, когда вам не нужно там как-то заморачиваться с очищения, вам просто нужно умыться и проснуться. Мой любимый гель для умывания, это гель от Нойтрогена. Он, знаете, такой супер универсальный. То есть, я могу его использовать и с утра для того, чтобы просто умыться. Я использую его вечером после первого этапа очищения. Он отлично смывает макияж. После него нет чувства стянутости. В общем, я от него в устроге. Я уже не раз о нем рассказывала. Мне кажется, это третья или четвертая моя бутылочка. Я часто пробую что-то новенькое, но всегда возвращаясь к этому. Как-то знаете, для меня это такая прям база. Но в целом у меня достаточно много было вариантов таких пенок, о которых я вам сейчас сказала. И они с утра отличным образом работают. Поэтому присмотритесь. Прежде всего эти пенки очень, знаете, нежные. Они не будут сушить вашу кожу. В общем, варианты здесь оставлю. Также необязательным и не каждодневным этапом именно утренней рутины у меня иногда бывает нанесение энзимного пилинга. Его я наношу после очищения кожи. То есть вы очистили кожу, умылись и затем я уже могу нанести энзимный пилинг. Мой любимый это Дейтокс. Мне его посоветовал косметолог. Он действительно на фруктовых энзимах. То есть там хороший состав. Это, я думаю, что энзимный пилинг все знают, как выглядит. Это такая, ну, не знаю, пыль, как мука. Его нужно наносить в ладошку. Вы насыпаете в ладонь. Добавляете туда буквально там несколько капель воды. Вспениваете его и наносите на кожу. И вот такими круговыми движениями все это дело, не знаю, массируете и потом смываете. Энзимный пилинг не должен скрабировать вашу кожу. То есть он должен ощущаться мягко на лице. То есть это не обычный скраб с какими-то абразивными частичками. Это энзимный пилинг. Это все-таки такой с фруктовыми кислотами, можно сказать. То есть он на таком более глубоком уровне очищает вашу кожу. Но даже после вот первого применения, или вообще вот после каждого применения, моя кожа просто как у младенца. Обожаю свое состояние кожи после энзимного пилинга. Мне кажется, это плюс 100 к моему уходу. И после него, мне кажется, дальнейший уход воздействует лучше и проникает глубже. Его я делаю максимум 2 раза в неделю. То есть каждый день делать его не нужно. Следующим этапом идет тонизирование вашей кожи. Наверное, вы уже не раз слышали, что тонер нужно наносить на немного влажную кожу. То есть у вас есть там буквально вот 3 секундочки, пока еще не вся влага впиталась в кожу, либо вы ее не до конца вытираете. То есть немножко промакиваете, но оставляете кожу немножко влажной. И в этот момент вы наносите тонер. Таким образом он работает наилучшим образом. И у меня есть сейчас на данный момент 3 любимчика. Начнем, наверное, с тех, которые можно приобрести в магазине ДМ. Первый тонер это Милки тонер от Балия. Сейчас очень популярен этот формат. Именно такой, знаете, молочной консистенции тонеры. Я его очень люблю. Часто использую его и с утра, и если вечером я хочу дополнительно увлажнить свою кожу, то использую тоже его. Это тоже марка Балия из моей любимой линейки Beauty Expert, где очень много хороших средств. И это увлажняющий тонер. То есть он так и называется. Но для меня это больше не тонер, а тоник, потому что тонер все-таки для меня что-то более густое. Здесь же он не густой, то есть это обычная такая вот водичка. Вот она вылилась на меня тут хорошенько. И он очень увлажняющий. То есть он вот один из лучших, которые у меня есть, по крайней мере из тех, которые бюджетными, я считаю. В составе этого тонера 2% пантенола и 0,2% алантаина. И мне очень нравится, что этот тонер, что этот могу от всей души посоветовать. Можете выбрать просто тот формат, который вам больше подходит. Этот тонер я наношу с помощью ладони. То есть я выливаю на ладошки и вот так вот притаптывающими движениями его наношу. Этот тонер я наношу с помощью ватного диска, как обычный тоник, потому что он жидкий. И его не очень удобно наносить таким образом. Но в принципе тоже возможно, если вы не используете, например, ватные диски либо вату, то вы можете также и руками это сделать. Поэтому очень могу посоветовать. На утро это просто идеально. Ну и последний просто мой любимчик. На данный момент, как вы видите, здесь уже очень много истрачено. Купила его, наверное, недели 3 назад, я точно не помню. Я рассказывала в одном из логов, можете полистать. В общем, это тонер, также милкий тонер от The Ordinary. Я очень люблю эту марку, как вы знаете или не знаете. Я просто их обожаю. И в составе сахаромицеты в размере 30%. Сахаромицеты это какой-то инновационный компонент, который обладает антиэйдж эффектом. Который очень хорошо разглаживает имеющиеся маленькие морщины и предвозвращает появление новых морщин. Также он хорошо влияет вообще в целом на состояние кожи, делает кожу более гладкой, выравнивает структуру кожи, что для меня очень важно, потому что моя структура кожи оставляет желать лучшего. И также очень хорошо борется и с какими-то пятнами, и пост-акне, и пигментными пятнами. Делает вашу кожу более светлой, то есть обладает таким осветляющим эффектом. Я на себе это все проверила, я его просто обожаю. Он тоже чем-то похож на мелкий тонер от Balea, но Balea он более, наверное, еще гуще, чем этот. Этот я тоже наношу с помощью рук, хотя изначально я думала, что буду наносить его с помощью ватного диска, но нет, он все-таки густоват для ватного диска, там надо прям очень много тогда выливать. И он такой, знаете, немножко гуще, чем вода, вот так вот можно сказать. Я наношу его ладошками, также наливаю и вот так вот распределяю. Я не очень его жалею, я вообще в целом не жалею тонера, я прям наношу хорошо, чтобы кожа была очень влажная, чтобы он подольше впитывался, чтобы он подольше вставался на коже. Не знаю, как-то я наношу его и на декольте, и на шею стараюсь наносить, очень мне он нравится. Использую до конца, потом расскажу вам такую, знаете, конечную свою рецензию, но пока что это один из лучших, которые я пробовала за последнее время. Также такой дополнительной фишечкой, не обязательной, но, можно сказать, желательной, возможно, можно использовать какой-то массажер. Это может быть массажер гуаша, вот таким образом он выглядит. Это может быть какой-то роллер, то есть не электрические приборы. Мне нравится вот этот. Я о нем тоже как-то рассказывала в одном из видео, где показывала вообще все свои приспособления для массажа. В общем, это такой массажер, который включается просто нажатием на кнопочку, и он, видите, он начинает светиться разными цветами, и вы здесь можете выбирать тот режим, который вам нравится. Здесь сейчас у меня стоит facial lifting, то есть подтяжка. Также здесь есть от морщин, то есть в зависимости от того цвета, который вы выставляете. Также здесь есть синий цвет, чаще всего его я и использую. Это такой антиэйдж эффект, плюс еще он неплохо влияет на кожу, если у вас есть акне, например, вот его я чаще всего и использую. Либо лифтинг мне нравится тоже. И каким образом он работает? Он работает тогда, когда вы им проходитесь по мокрым участкам лица, мокрым участкам кожи. Он начинает так вот звенеть, сейчас у меня вот пальцы от тоника мокрые. Видите, он начинает, он очень приятно вибрирует. Во-первых, это в принципе приятно. И второе, конечно же, он обладает таким вот, не знаю, немножко подтягивающим действием. Он просто хорошо избавляет от отеков, от утренних. То есть, когда вы проходитесь по еще не высохшему тонеру, либо потом по сыворотке, супер эффект получается. Я обычно прохожусь по массажным линиям, сюда, сюда. И если вы делаете такой антиотечный массаж, то, конечно же, вы должны все это как бы сливать. И в конце делать вот такие движения, то есть, сливать вот сюда, в область шеи, к лимфоузлам. И тогда отек будет спадать. И это будет правильно, так сказать. Он продается на многих маркетплейсах. Он есть на Амазон, он есть на Тему, он есть на Шиин. Я не думаю, что они чем-то сильно отличаются. По цене плюс-минус они везде стоят одинаково. Мне он очень нравится. Даже если он не работает именно вот с точки зрения каких-то там микроволн, он просто очень приятно, не знаю, расслабляет мышцы. Мы постоянно там то щуримся, то хмуримся, то смеемся. И эти мышцы с утра неплохо бы расслабить, так сказать. Следующий этап это сыворотка. То есть, у нас очищение, тонер, следующая сыворотка. Сыворотку вы выбираете по потребности. Но с утра, опять-таки, я всегда за то, чтобы кожу увлажнять. Так как вы потом, скорее всего, будете наносить макияж. Либо вы куда-то соберетесь идти, если даже вы не краситесь, вы выйдете на солнце. Если вы будете до этого использовать какие-то кислотные сыворотки, или там, не знаю, ретиноловые сыворотки, даже сыворотки с сетамином С, то это будет не очень хорошо выходить потом на солнце, даже с использованием СПФ. То есть, это нелогично. Лучше использовать какие-то активные компоненты вечером, а с утра именно добиваться увлажнения. Увлажнение это самое важное. Если кожа хорошо увлажнена, она не шелушится, не появляются новые какие-то морщины, заломы и так далее. В общем, начну с моих любимчиков. Опять-таки, The Ordinary. Это их знаменитая розовая сыворотка. У меня практически уже ничего не осталось. Вот пытаюсь ее добить. Немножко там, буквально у меня на донышке, наверное, осталось. Вот столичка. Очень она мне нравится. Она очень хорошо увлажняет. В коннекте вот с этим вот тонером, это просто увлажнение наивысший левел, мне кажется. Здесь есть липиды, здесь есть витамины. В общем, здесь есть все то, что нам нужно. Эта сыворотка помогает восстановить защитный барьер кожи. То есть, если он у вас нарушен теми же самыми пилингами, какими-то кислотами, эта сыворотка поможет вам его восстановить. Чем лучше у вас защитный барьер кожи, тем лучше состояние вашей кожи. То есть, у вас опять-таки не будет шелушений, не будет каких-то преждевременных морщин и так далее. Очень советую. Прям не пожалеете. Если у вас действительно очень сильно сухая кожа, эта сыворотка вам обязательно поможет. Следующее, что-то очень похожее на эту сыворотку. Она вот небольшими своими какими-то, не знаю, элементами отличается. То есть, она очень сильно похожа и по действию, и по ощущению на коже. Это сыворотка от Balea из линейки Beauty Expert Plump and Glow Serum. Я ее еле нашла. Она очень во многих магазинах раскуплена. Она ее очень хорошо оценивает приложение Юка, мне кажется, на 100 из 100, даже, насколько я помню. Здесь в составе есть 0,3 полиглютамина и 2% гиалуроновой кислоты. Она действительно плампит вашу кожу. То есть, вы ее наносите, кожа хорошо увлажняется, и вот после нее кожа как будто бы немножко подтягивается. Это вот не вот это стягивание неприятное, а как будто бы у вас такой, знаете, плампинг эффект. То есть, кожа как будто бы немножко так разгладилась, ушли какие-то, может быть, отеки, и после нее очень хорошо ложится макияж, знаете, она такая как будто гриппинг немножко на нее, прям вот хорошо наслаивает тональный крем и так далее. В общем, тоже могу посоветовать, тоже сейчас активно ей пользуюсь. И вот либо ее использую, либо ее чаще всего. Это просто новая, эту я достаточно давно уже купила, но пользуюсь ими, знаете, так, через раз. Какую возьму, такую и наношу. И та, и другая достойна вашего внимания. И вот, наверное, единственная сыворотка, которую я могу нанести с утра, даже несмотря на то, что она не является как бы увлажняющей. То есть, у нее есть процент, там, небольшой процент пантенола в составе, и у нее есть какой-то увлажняющий комплекс, но в целом главным компонентом здесь является азолоиновая кислота, вернее, даже не азолоиновая кислота, а дериват от азолоиновой кислоты, который неплохо работает именно в такой небольшой концентрации. Здесь 3%, вот это вот как раз-таки деривата. И чем хороша эта сыворотка? Это хорошо для того, когда вот у меня с утра, ну, не все в порядке с кожей. Например, может быть, я там с вечера что-то себе надавила, может быть, у меня там те самые дни женские, или какие-то вот у меня покраснения, ну, не знаю, не нравится мне состояние кожи, мне хочется немножко осветлить ее, убрать эту красноту, как-то немножко успокоить. В этом случае азолоиновая кислота помогает очень хорошо. Потому что в целом азолоиновая кислота подходит даже для людей, у которых бывает розоцей, либо купероз. Ну, вот все то, что идет в сторону покраснений. Если у вас такое есть, если у вас, в принципе, реактивная кожа, и у вас она краснеет даже после умывания, сыворотка с азолоиновой кислотой хорошо работает. И вот с утра, если вы хотите немножко успокоить свою кожу, и чтобы она с утра выглядела, ну, более спокойной, возможно, менее покрасневшей, эта сыворотка тоже неплохо подойдет. Ну, и почти что предпоследний, можно сказать, этап, это крем. Из бюджетных кремов до сих пор могу советовать, и до сих пор он мне очень нравится. Это крем с неоцинамидом от Balea. У них есть вот дневной крем, есть еще ночной. Ночной я, кстати, не пробовала, но многие тоже его хвалят. Как вы видите, он у меня тут на исходе уже. Я вообще в целом очень люблю неоцинамид. И вот если вы совсем, во-первых, если вы боитесь забыть нанести SPF после этого, здесь защита от солнца 30, что уже неплохо, особенно в такие не очень жаркие дни. В общем-то, это крем с неоцинамидом. Он очень легкий, здесь 10% неоцинамида. Он хорошо впитывается, он не скатывается, он подходит под макияж. То есть, с утра я использую все то, что наиболее хорошо укладывается на нашу кожу, наиболее хорошо впитывается, хорошо коннектится с дальнейшим нанесением косметики. В общем, что-то достаточно простое, но работающее на увлажнение. И последний крем, из последних, вернее, которые я приобрела для себя, это крем от No Cosmetic. И это крем матирующий, увлажняющий, якобы 120 часов. Ну так долго я его не носила, поэтому не могу сказать вам. В составе есть пантенол, здесь в составе есть какие-то экстракты водорослей. В общем, хороший крем, он действительно матирует. Он, наверное, неплохо подойдет именно для такой жирной кожи, которой нужно вот это вот матирование с утра, чтобы она не блестела как можно дольше. В то же время он неплохо увлажняет. После него кожа не кажется стянутой, после него кожа не кажется жирной. Он очень быстро впитывается. В общем, мне он очень нравится. Не зря про него много говорят, и много говорят и немецких блогеров, и каких-то мейкап-артистов, которые используют даже его в своих кейсах, ну то есть для увлажнения кожи клиентов перед нанесением макияжа. И как вы видите, я его так активно использую. То есть здесь 50 миллилитров. Ну и вот как бы да. Он не самый бюджетный. То есть Ноу Косметикс в принципе не самая бюджетная марка в ДМ, но работающий. Действительно, я пробовала у них и другие средства, и они достойны вашего внимания. Многие меня спрашивали, да, мне он понравился. У меня нет никаких новых, не знаю, высыпаний, комедонов от него. То есть он достаточно такой неплохой, работающий, увлажняющий, ухаживающий. Следующим этапом у нас идет уход за областью под глазами. Здесь я, наверное, все-таки покажу вам более дорогие средства, но те, которые действительно очень классно работают. Об этом средстве я вам уже говорила. Это средство от марки Био МД. И это, знаете, такая больше сыворотка даже, чем какой-то крем. На утро он супер подходит, потому что она очень легкая, она очень быстро впитывается, как водичка, даже вот немножко жидкая. Это сыворотка, сыворотка, не знаю, ну, будем называть это сывороткой. Она называется Forget Your Age, то есть забудь о своем возрасте. Она работает моментально. Я не знаю, насколько у нее действие такое накопительное, то есть будет ли потом у меня меньше морщин, но сейчас просто, не знаю, мне очень нравится именно эффект с утра. То есть я просыпаюсь, у меня там где-то что-то припухло, где-то там, ну, как-то под глазами не очень. Наносите эту сыворотку, у вас как будто бы заполняются там все эти морщинки, ну, по крайней мере, визуально это выглядит очень хорошо. У вас подтягивается кожа под глазами, у вас, не знаю, у меня уходят какие-то припухлости, мешки под глазами через какое-то время, буквально там, не знаю, пару минут, и мне очень нравится. Я ее вот растягиваю ее, я его купила в магазине TK Max, то есть там была какая-то акция, и вот они там были, я купила его со скидкой, но в целом он не совсем бюджетный, он продается в аптеках, я уже сказала, онлайн тоже вы можете его найти, очень мне нравится, прям советую, мне кажется, уже, не знаю, второй год я о нем говорю. И второй крем, это крем от Symbiose, его я наношу в том случае, если вот я чувствую какую-то сухость под глазами, вечером я чаще всего его наношу, это прям крем, он такой достаточно питательный, тоже очень классное ощущение от него. Кожа под глазами, это самая нежная кожа на нашем лице, поэтому за ней нужен особый уход, именно кожа под глазами выдает как бы наш возраст, там чаще всего появляются морщины, потому что мы щуримся, улыбаемся, не знаю, с возрастом все больше здесь появляется различных морщинок, и эту кожу, именно эту область нужно хорошенечко увлажнять. В составе гиалуроновая кислота, и он очень хорошо работает. Он небюджетный, но он стоит того, вот я заметила все-таки, из небюджетных кремов для области под глазами, я вот, ну не могу прям что-то хорошо выделить. Да, есть неплохие, но вот чтобы у меня был прям вау-эффект, такого я не нашла. Просто увлажнить, просто сделать кожу, ну, более такой напитанной, да, можно найти и у Болео, есть несколько средств, я здесь оставлю вам на них картинки, то есть у них есть хорошие кремы, которые просто увлажняют вашу кожу, они питают вашу кожу, если у вас особенно сухая вот эта область, если когда вы наносите, например, консилер под глаза, то у вас, не знаю, он быстро скатывается, либо как-то, ну, плохо ложится, то эти кремушки вам отлично подойдут. Но если вы хотите увидеть прям такой вау и быстрый эффект, то вот не скупитесь на креме под глазами. Я до этого пользовалась кремом от Ана Яко, тоже оставлю вам здесь картинку, тоже один из лучших кремов, который я пробовала. Ну и последнее, это, конечно же, нанесение SPF. Я советую это делать. Я все-таки буду с вами честна, и когда вот на улице пасмурно, может быть даже идет дождь, я иногда пропускаю этот этап. Все-таки это утяжеление кожи, кожа у меня проблемная, и как бы я ни старалась, в любом случае, я все-таки стараюсь, как можно меньше с ней взаимодействовать и наносить какие-то утяжеляющие средства. Но, когда вот на улице такая жара, как, например, была вчера, мы ездили на озеро, и сегодня тоже было 30 градусов, то без SPF я не представляю себе. Мне кажется, у меня была бы либо какая-то пигментация, либо, не знаю, ну, как-то мне ощущать себя больше нравится SPF, когда я знаю, что моя кожа защищена, по крайней мере, на лице. Плюс у меня еще кожа склонная к пигментации. У меня много веснушек, я не хочу увеличивать их количество еще больше летом. Про этот SPF я уже вам рассказывала. Это SPF от Гараньер. Для меня он идеально подходит. Он жидкий, его нужно взбалтывать. И в составе BHA кислоты, ниацинамид, и это защита от солнца 50+. Плюс она еще и матирует вашу кожу. Она такая, знаете, становится матовой, и она для чувствительной кожи. То есть это классное решение для тех, у кого есть прыщики, черные точки, комедоны. Ну, в общем, проблемная кожа. Для них этот крем подойдет идеально, ну, по крайней мере, для меня он просто супер подходит. И я наношу его после уже ухаживающего крема. Когда крем полностью впитался, то я наношу последним этапом вот этот крем. Обычно это делаю вообще практически перед выходом, либо перед тем, как наносить макияж. На него классно ложится макияж, кстати говоря. Он не скатывается у меня, все отлично. Как база тоже подходит под макияж. Здесь, кстати, даже это отмечено сзади в инструкции, что он хорошо подходит и под макияж тоже. Ну что ж, друзья, это была вся моя утренняя рутина по уходу за кожей лица. И мне кажется, это супер простая схема. Здесь сложно запутаться, здесь не так много средств. Вот для меня утро это что-то достаточно быстрое. Чаще всего у меня не так много времени. С утра мне нужно либо ребенка в сад везти, либо по своим делам бежать. Но с утра для меня важно увлажнение, потому что я свою кожу, знаете, так держу в ежовых рукавицах. Потому что у меня, во-первых, она склонна к акне, вообще к прыщикам. И плюс еще она у меня такая достаточно, знаете, склонная к сухости еще при этом. То есть у меня такая смешанного типа кожи. И я ее с утра прям хорошенечко увлажняю. Это плюс ко всему. То есть плюс к вашему состоянию вашей кожи. Это восстановление защитного барьера. Это плюс к вашему будущему макияжу. Он будет хорошо держаться и будет ложиться хорошо, прилипать к вашей коже, если хотите. В общем, это сплошные плюсы. Утром я вам не советую использовать какие-то активные компоненты. Это не принесет никакой пользы, потому что вы потом идете на улицу. Во-первых, на средства с активными компонентами часто плохо ложится тональное средство, либо дальнейшая какая-то косметика. Часто они плохо дружат. То есть начинает, не знаю, косметика слазит, либо из-за того, что кожа недоувлажненная, это начинается в связи с этим. Плюс еще солнце. То есть в этом нет смысла. Если вам понравился такой формат, который был сегодня, когда я вам прям по полочкам раскладывала, что за чем идет, то пишите в комментариях, я вам расскажу о вечерней рутине. Вот вечером я прям, знаете, заморочиться люблю. Я люблю там подольше в ванной провести время, провести все свои там процедурки. Я бы вам рассказала о каких-то масках, о каких-то лайфхаках, о каких-то пилингах, когда я эти делаю пилинги, в каких случаях я использую, какие активные компоненты, когда я ими не пользуюсь, в какое время лучше это применять, с чем лучше комбинируются те или иные активные компоненты, когда лучше их использовать в разные дни недели. Это все вечером. Утром все просто. Поэтому если вам интересно, что я делаю вечером и как лучше это делать, с моей точки зрения, то пишите в комментариях. Обязательно сниму для вас такое видео. Ну, а я буду с вами на этом, наверное, уже прощаться. Я надеюсь, что вам было интересно, самое главное полезно, и что вы наконец-таки смогли разобраться, что за чем идет, и что лучше использовать с утра, и что лучше оставить на вечер. Если это так, то обязательно ставьте пальчики вверх, пишите ваши комментарии, конечно же, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч, новых видео. Пока-пока.